Поздним вечером Поздним вечером Пойте! Пойте! Красной девице не холодно Красной девице порос не холодно Едва девушки успели накинуть покрывало на черные косы царицы, как в спальню ворвался ее брат Михаил Темлюкович, бросился перед сестрой на колени. Брат? Государь, меня прости, я с челобитием. Деда, отойдите. Михаил Темлюкович до половины обнажает саблю, показывает царице запекшуюся на лезвии кровь. Сестра, взгляни. Кровь? Чья? Напали на меня колопы, княгиня Ефросиня Старевская. Где? На воздвижнике. С ножами. Да много их. С тремянного моего стащили с коня, задавили. Одного я зарубил. Не стал больше биться, ушел через мост. Не стал биться? Сестра! Заступись перед государем. К нему уж побежать с оговором на меня. Враги, враги, что они день смелее, наглее, трустыми, тебе бы наехать на людишек, да сабли их, да к коням потоптать. Руки мои слабые. Сестра, плохо в Москве. Боярские холопы да площадные подьячьи, грамоты на базарах мечут, а где и кричат, что Ливонская война проклята богом. Теперь, где на нас три короля поднялись, и царскому войску тех королей не побить. И будто уж началось, большой полк князя Курбского пропал весь. Можь, стыдно тебе, Мишка, грязь площадную ко мне заносить. Сестра, где сейчас Андрей Курбский? Курбский? Да. В Ливонии? В Ливонии? В Ливонии, а может в Литьве? Говорят, он тайные письма прислал в Москву князьям Боярам. Солокать тебя не хочу. Дурак ты. Дурак. Дурак! Князь Курбский, нам верный слуга и друг. Экая ты горячая. Говорю тебе, плохо в Москве. Вчера с последней стрелецкой полку шел в Ливонию. Около государя наскучка осталось. Зарежут нас в Москве, как баранов. Слушай, слушай, сестра, слушай. В Москве шепчут, что где стоит только взорвать пороховую башню, что в Китай-городе, у государя пушечного зелень не будет, и тогда войне конец. И как бы взорвут пороховую башню, с этого дея начнется резня. Ты подлинно пьян, Мишка. Да государю только налобное место выйти. Да очами повезти. Перед его очами грозными вся Москва упадет вниз. Упадет ли? Сестра, сестра, ведь на площадях кричат, что ты всему зараза. Ты детсада волшбой извела и разума лишила. Я? Я его волшбой извел? Разума лишил, Враги, враги, уж меня с мужем моим разлучить хотят. Каждую ночь Иванушка бедный придет ко мне, обнимет жарко, а проснусь среди ночи и нет его на постель. Одна до утра мечусь, как наложник. Пусть не в день. Тихо, по велительным жестам царица указывает брату на дверь в глубине спальни, он удаляется. Опираясь на палку, быстро входит Ефросинья, подозрительно оглядывая комнату. К тебе, государь, что поздно пожаловала, я почивать отхожу. Княгиня Старицкая усаживается на плетеный стул рядом с царицей. Челом не бью, прости-ка, ноги слабо. Пожалуй меня, царица. Я к тебе с обидой. Тебя не жалую, братина Ивановна. Не с добром приходишь. Глазами шаришь по углам, как мышь, да ссору по Москве плетешь. Спасибо тебе, государыня, что мышь ее меня обозвала, да уж берите вы меня, уж казните вы меня, утянули нашу честь, да что же это? Пришла на брата моего жаловаться. Он вон стоит. Ой, святые заступники, как зря трон на меня разбойник. Душа губ, да как я жива ты еще, батюшки. Где вы прочь идите, спать ломитесь. Ну что же ты, уговори на меня, облыгай. Бельмами, батюшка, на меня не вращай, не испугалась. Братец твой, доставалищами с князей Афонькой Вязинским, с князей Андрейкой Овцыным, с князей Васькой Темкиным, с Сашкой Суворовым, да с Ванькой Зубатовым всю Москву разбили. А вот это и хатаман, лютый пардун. Говорить ему не дам. Во всех кабаках задолжал. С товарищами-то пойдет по суконным передам, так кубчишки-то лавки закрывают. Бегут кто куда. Смущение в народе. А он, знай, похваляется. Я Дед Царской Шурин. Мне, Дед Царицы, шепнуть только. Царская казна моя казна. Говорил? Оправдывай. Рта ему не дам раскрыть. Да что ты не слышала воплица на воздвиженке, как они моих верных людей-то били, а меня старую из садей вытащили до сугрок. Ох, врёт змея! На листине Евангелия целую. Книгиня грузно опускается на колени перед царицей. В спальню тихо входит царь. И, остановившись в стороне, наблюдает происходящее. Государыня, выдай мне головой мишку темрюкова разбойника за товарищ его воровку. Государыня! Здесь измена явная. Они замыслили, чтобы около государины одной верной царе не осталось. Прёшь, гордый пёс! Вели пытать её и меня под пыткой скажем правду. Волочом меня не пугай на езди черке. Вели вести нас за тянут! Гуляка пьяница. Дурак, прямой дурак. Обесчестили тебя, бедная. Мишкиной головы просишь. Вот вдовь и слабости, государь. Если уж я что лишнее, ты уж не прогневаешься на меня. Погоди, и не такое вам всем будет бесчестье. Как черви капустные пропадёте, слушал я тебя за дверью. Душа изныла, волчица овцеобразная. Ой, ну что ты, басечка, басечка, с дуру-то покричала маленько. Скоро, скоро поставлю вам в Москве земскую волю. Тогда и не маленько покричите. Пошла прочь. Ох, ты, ну, паренька, ох, я неумелый. Прости меня, государь, братюшка ты мой. Простите меня, государь. Согнувшись, Евросиния поспешно пятится в дверь и быстро скрывается. Царь разворачивает перед собой грамоту, внимательно перечитывает её, затем, злобно смяв, сжимает в кулаке. славу державы моей доверил ему, могутность воинскую вручил, тайные думы мои сказывал ему просто. Уже не знаю, чара его обнёс что ли, жубёнка его убогом не пожаловал, грозил ему, не помню, отступил он от ревеля, простояв до зимы напрасно. Хм, я ногти с досады грыса ему отписал так-то ласково, отечески, что он томил наше войско без славы, и то ему простил, щадя его гордынь. Привёк бы ты, лада моё, дай сапожки сниму. Заплатил мне за всё ехидный ядом изъязвило моё сердце. мутится, больней не мог ужарить. Лада моё, затихни, я здесь с тобой просияю, вымолви, кто твой обидел. Кто обидел тебя, имя скажи. Андрей Курбский бежал от нас, отъехал к польскому королю. Лада моё, то добро для нас. Курбский был вором, собакой, от века дышал на тебя изменой. Позором нашим купил себе отъезд. Подневелем уговорясь дал разбить себя Гетману Радзивилу. Войско утопил в болотах. И сам от двух конь бежал. И за всё то польской король ему на место ярославских товарищей город Кове жалуют с уездами. Ну и воля ему теперь без моей узды. Княже стародедовским обычаем с Васькой Шибановым и пистолию мне прислал вместе с Васькиной головой. А что царь отнял у князей святое право отъезда вольного. И царство русское затворил Акиадову твердыню. Ему царство наше Адова твердыня. А уж я за сатаном на московских пустошах пью кровь человечею. А он за королевским столом меды пьет. Гордый Ростиславич. А меды покажется кислый в Германию отъедет. И дважды отечество продаст. Противно разницу ей. Это ли православие пресветлое? По что я казни на них воздвиг? А я еще и казни на них не воздвигал и еще не воспалил сразу мой. Брат, государю водофервых петухов поспать безбурно. Уйди. Оставь нас. Государь, голова моя, сердце мое, сабли это твои. Пошел, 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 гуляка. Взгляни на меня ласково, лада мое. А что, Темрюковна, побьют меня три короля, побьют и царство разорят. Да ты их сам, батюшка, всех на пол и разобьешь. Подвяжем мы лапотки с тобой и попредем в чужие земли христовым именем былые царь с царицей. Где хлеб сададут, а где кваском напоят, вот и хорошо. А ну пойдем, мне и горя мало. Выпей, выпей месяц мой ясный. Царица наливает чару вина и подносит мужу, но он отстраняет ее руку. Мне короли мне страшны. Москва толща боярская замыслил я неведомое Марья Тимнюковна, небывалое. вот видно слабость робок, потому что с малых лет боярами пух. А ждать нельзя побьют меня три короля, вот ум и бьется стены. Отгони мрачные мысли, развесели сердце. Царь медленно пьет вино из чары, которую держит царица. пожалуй меня любовью, чтобы нынче по стилю нашу тихий ветер качал румяная заря в лицо ладу моему светит. Иван Васильевич, обняв жену, подводит ее к плетеному стулу окна, усаживает, становится около нее на колени и целует. Не сшит я тобой до гроба сшит не буду. Ох, глаза дикие, глаза угли. Ну, что, 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 что отражишь? Ах, нарумянилась. Аль заждалась, что за наваждение? Марья, да что, что с тобой? Ну, посмел. Бегает взволнованный Михаил Темрюкович. Государь, пожар великий в Китай-городе. Горит кругом пороховой башни, как бы ни случилась беда. Что в дворце? Все ближние, Грязное, Вяземское, Сумаров. Беги, 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 беги. Добро. Пошли за валютой. Жена, сапливай. Государь, кольчугу надень. Не надо. Нападу. Слышишь? Ни одному мне русские песни писали. Завтра, слобного места, поговорим с Москвой. Опричь всего. Опричь всего. ложись да не спи. Жди, глянусь. Опричь и Playstation 6, ollenhol flame, идет тьфе, хан положиún, глянусь. Гра́й паузь,